Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск и мы расскажем вам о том, какие же претензии имеет Элина Камеренг к телепроекту Дом-2. Элина подает в суд на популярное телешоу, а причина для обращения это видеоролик, который прошел в эфире и был опубликован на сайте проекта. В нем голая Элина ласкает себя во время эротического танца. Как говорит Камерен, ее личное видео распространили по сети хакеры. Они взломали онлайн-хранилище облака. Элина обращалась в самые крупные российские соцсети, в которые попал компромат, и его очень быстро удалили, а также в течение двух недель отслеживали появление новых копий. «Меня взломали так», – рассказывает Камерен журналистам, что я даже не могла зайти. Я не ожидала, что все соцсети пойдут мне навстречу и по моей просьбе все тут же удалят. Большинство людей понимали, что девочка просто попала. Видно же, что видео предназначается для конкретного мужчины, для моего мужчины. У каждой барышни есть что-то подобное. Многие высылают своим мужчинам грудь или попу, а кто-то и все вместе. Видео, которое записала Элина для своего возлюбленного, негативно сказалось на ее репутации, а также повлияло на бизнес. Камерен рассказывает, стали создаваться непонятные истории о том, что я якобы проститутка или экспортница. Началась грязь, несколько человек отказались со мной работать. Я в стрессе, два дня на успокоительных, мама моя сильно переживает. Хорошо, что многие понимают, что это личное видео, снято не для онлайн-проституции. Сейчас вместе с известным и дорогим адвокатом Сергеем Жориным Элина готовит судебный иск. В нем она потребует компенсацию за моральную ущербу руководства телепроекта Дом-2. Адвокат объясняет, это нарушение уголовного кодекса, который запрещает незаконный сбор, хранение и распространение информации о частной жизни. Так что будет подано заявление в правоохранительные органы. Далее будет подан иск о незаконном использовании изображения с требованием возмещения морального вреда. Размер иска пока еще обсуждается. Камерен говорит, что для нее важнее восстановить свою репутацию и расквитаться с обидчиками, нежели получить деньги отсюда. Многие бывшие участницы телепроекта поддерживают Камерен, например, Алена Водонаева. Алена сказала в интервью, эта ситуация – бред на ровном месте. Все девушки отправляют своим любимым мужчинам фото и видео подобного рода. Я не могу понять, зачем транслировать это в эфир телепроекта, в котором Алина уже давно не является участницей. Зачем это канал? И вообще, имеют ли они право это делать? А что касается видео, хочется спросить – и что? Это что, сенсация? Личные фото и видео из телефона, которые взломали? А на Доме-2 есть еще какие-нибудь темы для обсуждения? Или это кризис? Катя Король тоже поддержала Алину. В этой мерзкой ситуации на ее месте могла оказаться любая девушка. И право на личную жизнь имеет каждый человек. Я знаю Элину несколько лет, она никогда не была замечена в той грязи, в которую ее окунули. Напротив, Элина всегда дорожила своей репутацией. Подписчики Элины по-разному отнеслись к этой ситуации. Вот некоторые комментарии. Я считаю, что администрации Дома-2 должно быть стыдно за то, что они сделали. Это ужасный поступок. Элина, я тебя полностью поддерживаю, дай бог тебе удачи. Реально жалко ее стало, она же и правда с детьми работает. У порядочных женщин такой похабщины в телефонах нет. Теперь ей одна дорога в Дом-2. Водонаева, когда говорила про всех девушек, у которых есть такие фото и видео, то забыла уточнить, что у всех девушек Дома-2 вот это тянет на правду. Проект ее породил, он же ее и убил. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.